Провести некакий день увезцы, марашматы к городжан. Тихо, спокойно и смачная ежа. До речи, поесть у агросадибых можно за 20-25 рублей. Моется на увазе трехразовое харчевание. Недмила Московская агротуризмом занимается с 2009 года. Начинала с приема гостей на даче. Зараз у нее целый комплекс с русской лазней, зонами отпочинку, жилой зоны и банкетной залой. Плюс у властной дендерарии, где рассе больше 400 наименев растин, каже, что только на приеме отпочивальников окупить усе затраты вельми складанно. Продаж древ у тым лягу экзотичных допомагает рематься у плюсе. Кінчая справа, что ранее для того, как займаться некоторыми видами деяностей, необходимо было регистроваться у якости индивидуального предпринимальника. Началось это в приватности проведения весельев и банкетов. Теперь это обмежевание занятое. Если приезжают гости, то они не экономят ваши средства однозначно, пользуются всеми благами. И свет, и ночь горит, и день горит, и какие-то моменты бывают такие накладочки. Всё, и дрова, и то же, что входит в стоимость. Да, и стирка белья, это тоже как бы затратные моменты. Поэтому банкет – это однозначно выживаемость для усадеб. Банкеты – это банкеты, и что скрывать здесь? Все понимают реально, что здесь мы зарабатываем деньги основные. Вёска Милоград Редческого района знакомитая тем, что у одном населенном пункте денежусь одразу пять агросядеб. Сергей Чарненко начал заниматься агротуризмом самым первым. Зараз тут можно не просто добротпочить, а лей с комфортом. Домики для проживания, бассейн, лазня, сподорожниковое телебачение и бесплатный интернет, плюс банкетное зало. На думку господара, проведение у агросядебов веселья, банкетов и инших урочистостей у мая широкозначных плюсов. Починаючи от якостно приготовленной ежи. Контроль тут особливо строгий. При наявности одмовных водкуков у агросядеб один шлях – закрытьё. Олеёсь у отриманном дозволе и один минус – не все гости поводят себя беспокойно. До того ж, практически кожное веселье, эти день народжения завершаются запуском фейерверков, причём поздно у вечера, что не за всё достануше успремается остатними вясковцами. Теперь отказность за поднимание парадков у агросядеб повышается у разы. Возникает множество скандалов по этому поводу. Поэтому, мало того, что там играет до 11 часов музыка для соседей громко, так ещё эти салюты, они просто приводят людей в ярость. И ненависть к субъектам агротуризма во многих местах зашкаливает. Олег Синчаров, Йоген Макеенко, Телерадо-компания «Гомель», Раджевский район.